Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Не помню, в каком фильме это было там. А вот и не подеретесь. А вот и подеремся. Подеремся 28 августа в субботу. Но не мы с Александром Шуниным. А в спортивном комплексе Гризин-Калнса пройдет 15 поединков. Причем это будет международный бойцовский турнир Геттофайт. И там будет и кикбокс, и панкратион, и ММА, и бокс. И будет специальный впервые в истории латвийских единоборств бой на голых кулаках. Все подробности, мы надеемся, нам расскажет сейчас организатор вот этих соревнований Манвел и Саджанян, которые с нами на прямой связи. Здравствуйте, Манвел. Доброе утро. Всех приветствую. Здравствуйте. Доброе утро, Манвел. Самое главное, что нужно знать об этих соревнованиях, в чем заключается? Чем они уникальны, чем они важны? Все, кто любит единоборство, и так уже знают, что это такое. Что там будет сумасшедшая атмосфера. Там будут интересные равные бои, которые сложно предугадать победителя. Это, наверное, самое главное, что интересует любителей боев. Я понимаю, что все это будет происходить в спортивном комплексе Гризинкалса. Сколько мест, учитывая наши все эти ковидные ограничения, возможно ли еще приобрести билеты? Как будут рассаживаться зрители? Билеты, возможно, еще купить мест. Около 500 будет, да, много не будет. Это, ну, ковид, понятное дело, что нам создает проблемы. То есть нам нужно все регулировать, кого куда сажать, дистанции. Там участников отделить от болельщиков, отдельные туалеты. Там все это. Но это не такая большая проблема, чтобы не организовывать турниры. То есть, да, тяжело, но надо просто взяться и сделать. И так как это уже не первое мероприятие в Гризинкалсе этим летом, мы уже поняли, как все делается. И для нас это уже не такие большие сложности. Чтобы все, 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 все организовать как надо, чтобы не нарушать законы и чтобы никого, не дай бог, не подвергать опасности. Ну да, вот что касается бойцов. То есть там будут ли они драться на дистанции 2 метра безопасной? Вот насколько все это тоже создает сложности? Ну, я скажу так, что у нас, в принципе, 90% бойцов, они вакцинированы. То есть они достаточно серьезно относятся или переболевшие. Кто-то недавно переболел, кто-то год назад. То есть мы не отличаемся от обычных людей, ничего такого особого нет. Мы такие же обычные люди и болели, я сам переболел. И если до того, как я заболел, я как-то так, ну, не то чтобы скептически, но я так, ну, типа, болезнь и болезнь. После того, как я переболел, у меня все шутки пропали по поводу ковида, и я очень серьезно отношусь к этому, и тем более к ограничениям их соблюдению. Да, чтобы, не дай бог, никто не заразился или не подвергся опасности, точнее его здоровье не подверглось опасности. Вы упомянули, если я правильно понял, что в течение всего лета на площадке Гетто в Гризинг-Калнсе проходили мероприятия, в том числе международного уровня, да? Да. Ну вот сейчас, сегодня, вчера был и сегодня финальный день большого баскетбольного турнира, да, потому что сейчас на Гетто очень все сконцентрировались на баскетболе после успеха на Олимпиаде, и сегодня эту олимпийскую команду можно будет увидеть в действии. Во сколько? В 4 часа начинаются игры, если будет дождь, то все перенесется в долгого спорта НАМС, а если дождя не будет сильного, то будет все в Гризинг-Калнсе происходить. А с победой наших ребят на Олимпиаде, именно баскетбол 3 на 3, в принципе, стало ли больше внимания Гетто к движению вашему спортивному как таковому? Конечно же больше, потому что если 5 лет назад это звучало какой-то фантастикой, что с Гетто ребята могут попасть на Олимпиаду, это, ну, как бы, такое очень громко звучало. Сейчас это уже не будет звучать так громко, и если я сейчас скажу, что с Гетто файта кто-то попадет в UFC, на меня никто не посмотрит как на сумасшедшего. А лица 7 назад им сказали, какой вообще UFC, о чем вы говорите. А сейчас все реально, потому что уже показали. И на любую критику, которая летела в адрес баскетболистов и так далее, они могут просто ответить, показав золотую медаль Олимпиады, сказать, ребята, мы здесь, а вы где? Ну и пользуясь случаем, очередной раз поздравляем с выходом вот эту высшую спортивную лигу. Вы действительно, а в том числе конкретно вы и все движение долгие годы к этому шли маленькими шажочками. Что касается поддержки со стороны Рижской думы или государства, как-то вы ее ощутили? Ну, я, честно говоря, я не занимаюсь какими-то финансовыми делами. Все, что мне нужно... Да хотя бы моральная. Да хотя бы моральная поддержка, ее больше стало. Моральная? Ну я разве похож на человека, которому моральная помощь нужна? У меня все хорошо. Вот все, что мне нужно от Гетто или для мероприятия, у меня все есть. А чего не хватает, я всегда сам найду. Там больше стало, меньше. Я думаю, что логично было бы, что станет больше. И поддержка тоже будет. И для меня вообще там было бы непонятно, если бы новый мэр, да, как мы привыкли говорить. Мэр для нас это один человек, по-моему, всегда будет, да. Но новый мэр, он должен, наверное, тоже сам проявить интерес к такому движению. Приехать в парк, пообщаться с нами, со всеми. В какой-то мере... Вот если бы я был мэром, я бы приехал, пожал бы руку Раймонду, сказал бы, спасибо, что ты делаешь нашу работу, мы будем тебе помогать всячески. Пожал бы руку вот ребятам, которые работают в Гетто, за их большой труд, потому что это действительно тяжелый труд, да, здесь. Все говорят о какой-то финансовой части, но это того стоит. Это очень большой труд. Начиная с тех, кто собирают борты в парке, и заканчивают теми, кто сидят в офисе и налаживают все, чтобы копейка вышла в копейку, и никаких проблем не было потом ни с налоговой, ни с кем. Да, то есть это, ну, это целая фабрика, на которой работают люди, чтобы производить хорошее настроение и небольшие результаты. Возвращаясь, вот, может быть, к сегодня, ну, к субботним поединкам, вот, может быть, еще несколько слов все-таки про участников, про те вот виды, виды боевых искусств, которых будут соревноваться они. Ну, основные правила это будут, правила Геттофайт, это как любительская ММА, да, полулюбительская, ну, сэми-про это называется, полупрофи. И если брать о персоналиях говорить, то главный бой вечера – это титульный бой в категории до 77 килограмм, где встретятся Артур Слейсонс и Андрей Кудрявцев. Это два очень опытных спортсмена, и большой опыт они получили именно на Гетто, у них много выступлений, больше пяти у каждого. Андрей вообще без поражений идет, у Артура есть поражение на Гетто, но они два главных претендента на этот пояс, и вот они встретятся. Потом будет бой у вот парня, который реально воспитан на Гетто, да, который уже проводит сейчас, если не ошибаюсь, восьмой свой бой на Гетто, и он прям из тех ребят, которые, как я уже говорил, и борты собирал, и в поездки все ездил, как волонтер, и вот он прям вот такой воспитанник Гетто движения, за которого я очень горд. Это Саша Красняков, это молодой парень, который показывает, как можно с улицы подняться, подняться и быть хорошим, приличным человеком и успешным спортсменом, и надеюсь, что он победит в своем бою, у него соперник с Украины, да, ну он и в Эстонии живет, но украинец. Потом будут кулачные бои. Славик Лицко, всем известный телефонный мастер против Райтиса Хелманиса, это боец подразделения Альфа, да, ну в полиции работает человек, вот они тоже схлестнутся на голых кулаках, в Латвии пока такого не было, да, это такой мировой тренд сейчас, бои на кулаках, честно скажу, мне не очень это нравится, слишком жестко для меня, да, ну, там будет и кровь, там будет, ну, жестко, жестко. Я не очень люблю такие жесткие совсем бои, где много крови. Будем надеяться, что обойдется, но мировые тренды, желание бойцов обратились с такой просьбой, я говорю, ну, давайте попробуем, сделаем. И много ребят талантливых с Эстонии приедут, да, в основном сейчас только эстонцы к нам приедут. У литовцев там жесткий карантин, у них все сильно болеют, поэтому не рискуем, чтобы в последний момент не получилось, что закроют там въезд, выезд. Из-за всех этих ограничений тоже многие бойцы не смогли приехать. Кто-то заболел, кто-то еще что-то, но тяжело было организовать файт-карт, но файт-карт в итоге получился даже лучше, чем мы надеялись изначально. Где можно приобрести билеты? Их на месте заранее нужно приобретать? И когда начнется? В принципе, можно заранее покупать на Туртур ЛВ, и если купят не очень много билетов, да, но не превысят лимит, то на месте тоже можно будет купить. Ну, скорее всего, это так будет. Да, дополнительная информация, конечно же, на сайте getto.lv. Видимо, там и ссылки тоже будут. Ну, что же, огромное спасибо. С нами был главный организатор getto fight боев 28-го числа Мануэл Исаджанян. И мэр к вам не приехал, но мы с Олегом, по крайней мере, говорим. Ребята, спасибо, что вы делаете вот эту свою работу. Общественная, спортивная, культурная и со всех сторон очень важная. Удачи вам. И удачи нашим бойцам. И вас, и мэра, и хорошего вам дня. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Ну, и на этом наше утро на Болткоме завершается. Хотя у нас, на самом деле, очень много еще интересных гостей ожидается сегодня. Сегодня вот сразу же после нашей программы начнется программа подоплека. Нужна ли государству система быстрого реагирования в экстренных случаях? Об этом расскажет вот изобретатель тревожной кнопки. А в 11 часов, так уж получилось, просто нас попросила Людмила Прибыльская в один день перенести, потому что не могли гости принять участие. Вот будет программа «Очевидец. Как превратить горы трудноутилизируемых отходов в уникальный стройматериал». Вот об этом стартапе расскажет его промоутер. Вот такие интересные темы. А в культурной среде будет достаточно известный российский композитор и дирижер Антон Лупченко. Вот Елена Привалова из России свяжет, я понимаю, будет Оренбург, Москва и Рига на одной связи. Вот такие интересные у нас планы. Радио Болткома